Шалам броха! В сегодняшней лекции мы затронем важнейший и интереснейший вопрос. Зачем в этом мире есть испытания? Зачем они не испытания? Также мы хотим понять цифру 10. Мы видим, что цифра 10 играет важнейшую роль. Это начинается с 10 высказываний Ашема, когда он создает этот мир. Потом у нас есть 10 поколений от Адама до Ноаха, от Ноаха до Абрама, еще 10 поколений. У нас есть 10 испытаний Абрама, у нас есть 10 казней в Египте, и также 10 заповедей, которые мы получаем на горе Синай. Мы видим, что цифра 10 гораздо более глубоко, насколько мы поймем ее значение, насколько мы поймем также, как этот мир построен. Теперь, испытания. Мы видим, что в Прике Авод, в изречении наших отцов, сказано, что еврейский народ испытывал Ашема 10 раз в пустыне. Сказано Моше Робейн, Моше говорит, почему вы испытываете Творца? Как можно понять? Мы затронули это в прошлый раз немножко. Как это можно понять, что испытывают Ашема? Ясно, что у нас есть испытания, у нас есть бехира, у нас есть свобода выбора. Когда есть свобода выбора, есть испытания, и человек может его пройти или нет. Но как можно по отношению к Творцу, кто полностью совершенный, там нету этого концепта бехира, свобода выбора, как это слово «испытание» может относиться по отношению к Творцу. В прошлый раз мы объяснили, что когда у человека он сталкивается с какими-то испытаниями в своей жизни, то у него есть несколько возможностей, как на это реагировать. Одна возможность — это человек начинает забастовку Афгана. Он говорит, что нет, так, меня это не устраивает, я хочу, чтобы вещи происходили, как мне это нравится, по моему плану. И пока это не случится, я не... Я буду блокировать, я буду все, я останавливаюсь функционировать, я не иду дальше, пока это не будет выглядеть, как мне это хочется. Как мы сказали, это опасная вещь, и это зависит от человека, насколько у него есть схует, насколько у него есть заслуги. И если у него есть заслуги, парадоксально, тогда Ашем скажет, что ему нет. На все его угрозы, человека этого, на все его ультиматумы, он... ответ будет — нет. И пока человек не изменит свою позицию, он не сможет себя ляхния, опустить свою голову и идти дальше, если у него хватит на этот заслуг, тогда он увидит сопротивление, которое стоит против него. Если у него нет заслуг, тогда, наоборот, все идет дальше, все идет, как он хочет, но, к сожалению, потом, через 120 лет, он увидит, что это было нехорошо для него. Второй вариант — это человек идет на войну. Он говорит, вот это то, что здесь происходит вокруг меня, так это не должно быть, и он полностью со всей силой воюет против своих коллег, против своей семьи, против соседей и так далее, и так далее. Все, что идет, опять же, против его воли, против его представлений, он идет полностью до конца, он не видит, опять же, что есть что-то выше этого, есть что-то, какой-то план, есть какие-то... план творца, и он должен к этому себя встроиться в этот план. Нет, он идет на войну, и это еще более опасно, чем первый вариант. Правильный вариант, правильный выход из положения, когда человек, как сказать, наша жизнь, мы сравниваем ее с партией в шахматы, если мы видим, что нас окружают, нас мы теряем фигуры, у нас тяжелая ситуация, не сдаваться, не бросать, не уходить, и также не просто идти в полную атаку, хотя это безвыходное положение, нужно просто понять, что те решения и то, что происходит со мной, это испытание, это... есть в этом мире, есть план, и в этом мире есть правила, есть Ашкоха Протис, Трибоня Шалолем, Творец, он ведет меня, и каждое испытание приводит меня ближе к цели, и моя... моя часть, моя работа именно пройти это испытание лучшим способом, каким я могу. Хорошо. Как пример, как пример, это человек, который идет на войну, я не знаю, согласитесь вы или нет, но мне пришло в голову следующее. Недавно умер один из последних, возможно, последних главных участников восстания в Варшавском гетто. Его звали Симха Ротем, он родился, его звали Радхайзер, Симха Ротем, он был, ему 19 лет было, когда было восстание в Варшаве, он его было, возглавлял его, и в своей жизни, после этого, он выжил, он выжил в войну, он был в Израиле, он боролся за независимость Израиля, позже, он был один из важных фигур в израильском обществе, он возглавлял Яд Вашем, он выбирал тех правильных неевреев, которые спасали евреев во время войны. Когда речь шла о восстании в Варшавском гетто, то он был очень искренен в своей оценке того, что произошло. Он говорил, когда он слышит, как в израильском обществе это восстание, это стало символом гордости еврейского народа, символом, что мы не шли, как овечки, на бой, мы сражались против всей немецкой армии, Варшавское гетто продержалось больше, чем вся Польша, и это используется как примером, как еврей себя должен вести. Он, в свою очередь, который сам в этом участвовал, он рассказывал, что в конце, когда уже это восстание, к сожалению, оно было безвыходно, на этом не было шансов, но в конце этого восстания люди спасались в канализации, и он, хотя он был уже вне этого гетто, он вернулся через канализацию, он очень отважно прошел, прополз там, он вывел 40 человек, 40 человек, которые там скрывались, он провел их в одно место, и сказал им, чтобы ни в коем случае не уходили оттуда. В конце концов, одна, ну, одна из главных командующих этого восстания, ее звали Любеткина, Зивия Любеткина, она тоже была там, и она разрешила 10-ю группе из 10-ти человек отделиться от этой группы из 40-ка и уйти более, место, которое было более сухое, не такое страшное, и там ждать, пока они заберут их. Сам Симха, его звали Казик, на польское прозвище было Казик, он вернулся с грузовиком, опять же, пролез через эту канализацию и вывел этих людей, и оказалось, что так как это Любеткина, она разрешила группе разделиться, то только 30 человек были с ним. У него был друг, друг, с которым он очень-очень был близок, его звали Шлейма Шустер, Шлейма Шустер ему было младше, ему было 16-17 лет, он с ним был очень близок, и он отправил его, еще одного человека, еще одного мальчика отправил, чтобы они вернули этих 10 человек. Когда они пошли, в этот момент уже были поляки, был один полицейский, который начал приближаться к этому грузовику, чтобы проверить, что там происходит. Он увидит, что уже нету, нету времени ждать, он прыгает еще с канализацией, кричит, есть ли кто-то здесь или нет, когда он не получает никакого ответа, он прыгает в грузовик и хочет уезжать. Любеткина грозит ему, что она смертью, если он оставит этих 10 человек, но он видит, что нету выбора, и он решает, что нужно уезжать. Он уезжает, он спасает этих 30 человек, которых было уже 28, и возвращается, как, ну, геройская, возвращается обратно, и опять идет в канализацию и ищет их, но уже он находит, что все они были уже убиты, нацисты нашли их, они все были убиты. Всю свою жизнь он не может себе это простить. когда он 70 лет, когда были 70 лет освобождения, восстания варшавского гетто, когда он выступает там, как главный представитель этого восстания, который сам участвовал в этом, его, как он об этом смотрит на это, это никто, к сожалению, так больше это не видит. Он говорит, что он до сих пор не может себе простить. Когда он видит, что это восстание используется, как такой геройский акт евреев, он говорит, что на самом деле, кто нам разрешил принимать решение и укоротить жизнь евреев даже на пару недель, даже не на неделю, даже на день. Было известно, что это восстание было безвыходно, безнадежно. Ясно было, что немцы в конечном итоге уничтожили всех евреев, которых они могли бы найти. Любиты тысячи, тысячи людей. И он себя винит в том, что он провоцировал то, что многие, многие евреи были убиты раньше, чем они могли прожить еще пару дней, пару недель, и может даже выжить войну. Это говорит, это как пример, возможно, это как пример тому, что есть план, есть если есть этот план, насколько бы он не был это испытание, насколько бы не было тяжело, наша задача именно смотреть на эту ситуацию и делать из нее самое лучшее, что есть. если человек просто идет как совершенно без надежды, не видя все картины, не видя, что каждая жизнь, каждый час, каждый день в этом мире нету этому совершенно цены, то об этом говорится вот эта вторая возможность, которая очень опасна. открывает нам большой секрет. В главе Вайхи сказано, что Яков перед смертью, он хочет открыть еврейскому народу, имеется в виду своим сыновьям, своим двенадцатым коленом, конец, льгалот открыть конец, когда он пытается это сделать, сказано, что Шхина уходит от него, Раша это приводит, в него он теряет дар пророчества, и ему не разрешается открыть этот конец, конец, открыть то, что приводит к концу дней к избавлению еврейского народа. В Зоярске написано, что он да, открыл в каком-то смысле нам что-то. Имеется в виду, что если бы Яков действительно, Яков Авину, наш пророчец, у него было это видение, было это знание, что объясняет Свасемес, что на самом деле человек когда он понимает, что Галут это не Галут, что диаспора, что изгнание, что вся темнота, в которой человек находится, это не темнота, это именно конец темноты. У Якова Авину была возможность, было это знание, он знал, как это не просто объяснить, но активировать это в таком смысле, что это привело бы к концу. Когда настолько было бы понятно и настолько было бы ясно это, что это было бы уже привело бы к концу дней и к полному избавлению. Ашам сказал, что нет, еще не время, но само направление, сама вот эта информация, что если человек теперь сможет это понять, и сегодня мы постараемся это как можно глубже, прийти к реализации, что все, что происходит, вся эта темнота, зависть, галут, наше изгнание, это на самом деле все эти страдания, что в них на самом деле это не страдания, это глубоко, но мы постараемся это понять, тогда это именно гилу-хакетс, это именно открытие вот этого конца, который убирает все эти страдания и приводит к концу этот галут. Теперь мы постараемся это больше понять. Зачем нам испытания, и что значит эта цифра 10, которая постоянно, постоянно встречается в Торе и в Хазал. Когда Ахашем создает этот мир, создание этого мира, оно базируется на 10 сферот, на 10 сферот это это качество, это каналы, по которым функционирует все это создание. Когда Адам решен, первый человек, он делает, он грешит, сказано, что все Адам решен и Хава, первый человек и Хава, который тоже часть его, в них были все наши души, они согрешили вместе с Адамом решен, потому что мы все части его этой огромной души, мы все осколки этой души, до сих пор мы стараемся исправить то, что было нарушено в тот момент. Получается, что когда происходит этот первый грех, то он Погея, он портит, он травмирует, он ломает в каких-то смыслах эти 10 каналов, по которым опускается вся шефа, все обилие, все благословения в этот мир. И в этот момент этот мир начинает свой путь, чтобы вернуть в это состояние до этого греха, и это также починить это, сделать этот тикун, исправить, но, к сожалению, чем больше мы отдаляемся от создания первого человека, тем становится это хуже. Имеется в виду, как сказано, 10 поколений от Адама до Ноха, каждое поколение начинается с Энош, начинается водозора, идолопоклонства, далее и далее все хуже, доходит до такого состояния, что приходят все 10 этих сферот, все 10 каналов, по которым опускается благословение и обилие в этот мир, они закрываются, они потихоньку, каждое поколение, оно закрывает одно из них до такой степени, что уже этот мир, у него нету кислорода, у него нету возможности продолжать дальше. В этот момент начинается, этот мир опускается, можно сказать, в микву, он очищается, приходит мабуль, потоп, весь этот мир, он проходит такую, как сказать, кашированный процесс, его каширует, и теперь очищение, он начинается сначала, но, опять же, вторые 10 поколений тоже не идут в правильное направление, это Мигдальбавль, это башня Вайлонская, опять же, идет, начинается большее долбоклонство, это Нимрод, 10 поколений от Ноха до Врама Вину опять продолжают то, что делали 10 поколений до них, опять же, этот мир, он блокирует все эти 10 сферот, и 10 поколений достигают того, что этот мир опять же, не может существовать дальше, пока не приходит Авраам Авину, приходит наш пророков Авраам, и тут начинается, теку, начинается разблокировка, открывание этих сферот, чтобы продолжить этот мир существовать. Как же он открывает их, как он открывает эти сферот, это происходит именно этими 10 испытаниями, которые Авраам Авину проходит сам в своей жизни. Если можно было подумать, Авраам, зачем ему испытания, он сам открывает Творца, он приходит к этому, он старается привести всех остальных людей к этому, но здесь недостаточно. Своими 10 испытаниями Авраама Авину он открывает каждое испытание, коши, это эти сложности, с которыми он сталкивается, лехлиха, сказано, что первое испытание уйти из своей родины, оставить все, что у него было. Это сравнивается по сложности с последним, сайкида, с приношением Ицхака в жертву. Это сара, похищение ее, это голод, войны, это лот, это все, что происходит с ним, он проходит это без каких-либо жалоб, без каких-либо возмущений, он проходит это испытание лучшим способом, как можно себе представить, называется Авраам Авину Авраам Авину он испытан из 10 испытаниями, до этого не сказано Авину, что он наш отец, именно когда говорится о испытаниях, говорится, что он наш отец, это показывает, что он нам дает это мараша, он дает нам это наследие, Рабхайм Валожина объясняет это, что генетически в нас заложено, что евреи могут прыгнуть в огонь, евреи могут пройти галут, все это заложено в нас, потому что Авраам Авину он наш отец в этом смысле, что он и Сара они прошли через это, они дали нам эту силу, заложили в нас в наших генах, что мы можем пройти эти испытания, но это не просто испытания, этими испытаниями каждый человек, каждый из нас открывает свои сферы, открывает свои 10 каналов, 10 качеств, по которым приходит все обилие, все благословение, которое заслуживает человек, обратиться на него, пока он сам не пройдет эти испытания, и этими испытаниями он их очищает, он их освобождает, убирает этот барьер, эту блокировку, которая дает возможность, чтобы эти благословения опустились на него, поэтому, когда человек получает какой-то подарок, и этот подарок, обычно подарки, они запакованы, они красиво завернуты в красивые обертки, но представьте себе, что их очень много, и они настолько много этих оберток, потому что очень тяжело их даже снять и открыть, когда человек, который говорит, что мне уже надоело снимать эти обертки, и он просто выбрасывает все это снаружи, он выбрасывает здесь подарок, другие люди даже думают, что это может быть какая-то бомба, может быть что-то плохое спрятано, они тоже не хотят, но в этот Хошем хочет дать человеку особое обилие, особое благословение, это идет к нему как этот подарок, и нам нужно пройти, нужно его освободить, нам нужно его очистить, его открыть, и это усилие, эти усилия, когда человек понимает, что этими усилиями, он на самом деле именно открывает эти каналы, чтобы получить благословение, тогда это гораздо лучше, гораздо легче, и это более осмысленно, чтобы он это прошел успешно. Значит, теперь мы понимаем, почему цифра 10, почему нужны испытания, человек, если ты хочешь, обилие, ты хочешь благословения, ты должен понять, что ты должен пройти через это, более того, мы видим, как это работает, что Цадыка Коин из Люблина, очень глубоко объясняет, что именно в тех сферах, где человеку тяжело, именно там кроется его путь к благословению. Мы это считаем, что если у человека проблемы в шаламбайд, муж и жена, у них проблемы с гармонией дома, у кого-то проблемы с детьми, у кого-то проблемы с здоровьем, с заработком, то это значит, что Ашем опускает вот это благословение на него. Эта сфера, по которой это должно пройти, она не очищена, она заблокирована. И когда происходит вот это трение, вот это давление, у человека испытания, у человека должны, Ашем дает ему возможность освободить это и получить это благословение. У человека, у которого нет испытаний в этих сферах, это не значит, что его ожидает там что-то большое, но если ему тяжело в этих сферах, в этих ситуациях, в этих местах, тогда именно там, именно там скроется его ключ, его ожидает что-то очень особенное, потому что именно там это давление, оно ведет к тому, что у него испытания именно здесь. Поэтому это должно дать нам большую мотивацию, если человеку где-то тяжело, он должен понять, что именно там кроется его большое благословение, и ему нужно только быть с упорством, не сдаваться и идти дальше, чтобы пройти это испытание, чтобы уже очистить, открыть эти сферы, которые дадут ему возможность получить то, что его ожидает. как здоровье, мы видим, что человек, когда заболел какой-то болезнью, позже, когда он это проходит, дает ему какой-то иммунитет. Люди, которые прошли Шоа, люди, которые прошли Голокост, многие из них вышли оттуда гораздо более сильными, как ни странно, можно подумать наоборот. он потерял, насколько я помню, 11 детей в Шоа, он сам был в концлагере. Позже, когда он приехал, он построил огромную общину в Натане, огромную больницу, как мы рассказывали, и там, когда он давал урок, то он приходил с огромнейшей стопкой книг, и чтобы каждый раз он принесел их сам. Когда Габа, его помощник сказал ему, что он приносит это, он говорит, нет. Но Габа сказал, что до войны я же был вашим помощником, у вас не было сил принести эти книги с собой на урок, как же вы сейчас тащите после войны? На что ему ответил Цандер Рэббе, он сказал, что в войне я увидел, как много у меня сил, я увидел, что насколько вообще возможно, насколько гораздо большей сил у меня кроется внутри, и теперь я знаю, что они у меня есть. Цифра 10, значит, как мы сказали, начинается все, этот мир начинается с 10, майморос, 10 раз используется слово Омар, Ашем говорит и создает этот мир. эти изречения, они создают, опять же, то, что мы сказали, эти 10 сферот, эти 10 каналов, 10 качеств, по которым позже Ашем дает благословение в этом мире. И этот мир весь работает именно по этим качествам. Каждое из изречений, оно символизировало тому, что создается новый канал, по которому дальше Ашем дает, контролирует и дает благословение этому миру. После этого, как мы сказали, эти каналы были закрыты, и только Авраам Авину, ему удается их открыть. позже, после Авраама Авину, после того, как Авраам проходит свои испытания, и он открывает этот мир, который уже задыхался, который уже, у него не было возможности продолжать дальше, он открывает их. Далее, этот наш мир приходит к моменту, где самая большая концентрация тумы, нечистоты, это находится в Митсраим, в Египте. Фараон, он объявляет, когда Маширабейн приходит к нему, что он не знает Творца, это его совершенно не интересует, он говорит, что я создал этот мир, я создал сам себя. И теперь мы можем понять, почему еврейский народ в Египте в ночь избавления из Египта, он уже находится почти на 50-й уровне тумы, 50-й уровне чистоты, потому что в этом месте было настолько огромное потенциал этой кфиры, этого атеизма, что отречение, если до этого даже в Сдом и даже в других местах народы шли против Творца, но это было, они шли против него. Здесь Фарон полностью, у него такой ниилизм, он отрицает любую силу, кроме своей. И здесь очень интересно, потому что эти 10 казней, как мы понимаем, это не было только как наказание египтян, это было в главном, главная суть их было именно для еврейского народа. Вы должны знать, что только 20% по лучшим Медрэш приводят разные мнения, или 1,5, или 1,5, или 1 из 500 евреев вышел из Египта. Менец в виду, что самый лучший вариант на процент это 1,5, только 1,5 выходит из Египта. Другими словами, если 3 миллиона человек выходят из Египта, еврейский народ, 600 тысяч мужчин с 20 до 60, и потом остальные мужчины и женщины, это около 3 миллиона человек, то 12 миллионов они не выходят из Египта. «Как это может быть?» имеется в виду, что здесь мы выучим очень-очень важный урок, и мы постараемся понять, как это может быть, что, чем отличались те 3 миллиона, которые «да», делают этот выбор, они «да», выходят, и остальные 12 миллионов евреев, которые погибают во время хошех, во время темноты. Ответ на это, что во время десяти казней, как мы сказали, Аврааму вину, он должен проходить эти несъенот, эти испытания, чтобы вернуть этот мир, соединить его со Сферот, очистить его, чтобы он мог продолжать существовать. Здесь, в Египте, у евреев есть еще один выбор, как соединиться с этим Сферот. Каждая из этих казней, она объясняет фараону, но в главном смысле еврейскому народу, что Ашем контролирует это миром. Если фараон, первое, что он высказывает, что «я создал Нил», эту реку, которая дает все хорошее для Египта, первое, что происходит с ним, становится кровью, это невозможно им пользоваться. Дальше цфардеа, это лягушки, которые они выходят из воды, они уже это вода и суша. Дальше кинем вши, которые это уже суша и так далее. Мы видим потом, это животные, это люди, это небеса. Каждая из казней она полностью показывает, она открывает, что все сферот, все десять сферот, которыми Ашем контролирует и дает обилие этому миру, это именно показать, что только Творец, не только он создал этот мир, он также контролирует его, и он его волнует, то, что происходит здесь. Это было показано и эта лекция в имуна, в вере, которая длилась целый год, каждый маккар, каждая казнь, она была казней, она была наказанием, казней для египтян, она была исцелением для еврейского народа. Те из евреев, которые задумались об этом, они сцели и подумали, что это значит, это значит, что да, действительно, Творец управляет этим, и даже здесь, и даже там, и даже там, они приняты к сердцу, у них была хитбанинут, они пришли к реализации, они задумались, они видели, что это действительно так, они заслужили, что они выходят. Другие 12 миллионов человек, они не прошли через это, они видели перед собой фараона, они видели перед собой армию, они видели перед собой все эти физические вещи, они на этом остановились, они не пошли глубже, они не задумались об этом. Они, если они живут в темноте, тогда они погибают в темноте, если они не научились видеть в темноте, тогда они, к сожалению, остаются в темноте. Это показывает нам, что необязательно есть две, есть испытания, но также, если человек задумывается, он задумывается, что здесь происходит, он задумывается об этом мире, он задумывается, что во всем, что происходит вокруг него, тогда, как мы сказали, что проблемы, они решаются наверху, они решаются, а не внизу. Если человек задумывается об этом, он не, он проходит свой масса, свое путешествие, он выходит на следующий уровень, он открывает эти, человек может быть живет с тремя сферот из десяти, или с тремя, четырьмя, двумя, и он еле дышит, а хотя у него есть возможность открыть всех из них, пройти эти испытания, которые перед ним стоят, не убегать от них, не игнорировать их, а именно, когда он это делает, тогда он выходит на совершенно другой уровень, и этим идбанинут, мы видим здесь, в Египте, без того, что нужно было самим проходить испытания, тем, что он понимает, он сидит и видит, что происходит от него, вокруг него, этим уже он выходит на следующий уровень. В общем-то, здесь мы видим именно то, что происходит у Гидоли Адор, у главпоколения, у больших раввинов, у больших людей. Все, что у них, в жизни вокруг них, они видят, я та шем, они видят руку Творца, они видят, что это Ашкахат Пратит, есть четкий видение Хойзев из Люблин говорит, что испытания, которые человек сталкивается, пример, который приводится, это если у человека, у него, его жена не слушает его, она не, она не слушает, она плохо к нему относится, то, возможно, это происходит, потому что он в каком-то смысле не слушает Творца, он в каком-то смысле он должен понять, видя на что, Ашем посылает ему это испытание, потому что он сам не слушает того, кому ему нужно слушать. В каждом испытании, которое здесь происходит с нами, Хойзев из Люблин говорит, что это показывает, открывает нам то направление, где нам самим нужно что-то исправить. И для этого нужно охохнуть, для этого нужно сесть, посидеть и сконцентрироваться. Ецарара, она прекрасно знает, что когда мы начнем задумываться, мы начнем обдумывать, что с нами происходит, почему это так, почему здесь, поэтому в наше время так тяжело сконцентрироваться, так тяжело как-то остановиться, да, то, что у нас в Баруха Шамре здесь есть шаббат, но кроме этого, человек, если он это не сделает, не остановится, тогда, к сожалению, он может всю свою жизнь просто реагировать на то, что происходит вокруг него, он не сможет глубоко понять, почему это, если он поймет, почему это, он уже почти это прошел. Поэтому настолько важно, важно человеку остановиться, задуматься, если какие-то испытания конкретно с ним происходят, это показывает ему те места, где ему нужно что-то исправить. В Рублемелхезлеженск он, как известно, хазал говорит, что хевли машех, есть времена, которые называются боли, боль, как роды машеха, и, как известно, роды, это непростое время, и это, это болезненно, и это кажется, что человек просто вообще, ну, умирает, на самом деле, он рождается. В хевли машех также переводится хевль машех, хевль это, это веревка. Рублемелхезлеженск он говорит, что это можно сравнить с большой, длинной веревкой, и человек держится за нее очень крепко, и она и начинает очень-очень сильно крутить, и он объясняет, что только у людей, у которых будет очень сильная вера, только они смогут удержаться, но те люди, у которых не хватит, они, к сожалению, оторвутся, они упадут, и они не смогут удержаться до конца. Я думал, что этот пример, он очень подходит о том, что мы говорим, что на самом деле, тем, что я держусь за веревку, именно это делает то, что меня бросает в разные стороны. Как только я опускаю ее, то все, меня больше уже никуда не бросает. Я опускаюсь, я вниз, и мне кажется, что я нехорошо. На самом деле, если человек понимает, что именно это то, что его держит и спасет, и он сможет до конца на ней держаться, и это приведет к конечной геула, к конечному избавлению, хотя это тоже то, что бросает его, это страшно, это больно, и это неприятно, но именно то, что я дадержу за нее, я не отпускаю, именно это, поможет мне пройти это, и в конце концов удержаться, и быть, иметь эту привилегию, этот сход, что, когда придет Машиях. Так что, мы сегодня попытались понять, что такое испытание, пытались понять, потому что эти испытания, они именно открывают эти 10 сферот, эти 10 каналов, 10 качеств, по которым это изобилие, это все, что Вашем хочет дать нам, как мир был создан, и человечество в эти 10 поколений, которые закрывали его, и потом он открывался еще раз, и эти 10 казней, которые показали, что даже, когда задумываешься о том, что происходит, это тоже открывает эти сферот, и дает возможность человеку выйти на тот уровень, где Ашем хочет ему дать все то, что ему полагается, и эти испытания показывают нам, они показывают, они дают нам намек, где нам нужно работать, где нам нужно исправить в своей жизни, и без Ашем, чтобы мы крепко держались, и выходили, открывали все сферот, чтобы все изобилие попадало, куда оно должно пойти. Спасибо, счастливо.